Приветствую вас. Первый вопрос, который напрашивается, когда я читал ваш текст, это вопрос такого плана. Какие цели вы преследовали, выходя замуж за своего первого мужчину? Для чего вы выходили за него замуж? Для чего вы заводили детей, может быть? То есть, с какой целью вы это делали? Что хотели? Чего ожидали? На что рассчитывали? Вот, рассчитывали ли вообще на что-нибудь? Вот, это первое, первое то, что хочется вам сказать. Дальше, значит, то, что муж начал пить и поднял на вас руку, на мой взгляд, не случайно. То есть, с одной стороны, вы, скорее всего, его к этому как-то подвели, своей самооценкой, своим отношением к себе. Возможно, своим отношением к детям, но это не точно, конечно, да? Но, возможно, возможно, моим отношением к детям, вы так вот зарекомендовали себя. Возможно, возможно, причины ещё есть какие-то, безусловно, но тем не менее. Дальше, вы говорите, что вы ушли от мужа и уже живёте с другим мужчиной, который старше вас на 16 лет. То есть, вы не завершили отношение с мужем и сразу бросились к другому мужчине, по сути, по факту. Вот, собственно говоря, этот момент тоже является очень показательным, потому что, если вы это сделали, значит, вами что-то двигало, это А и Б, вы чего-то боялись и, возможно, боитесь до сих пор. То есть, вы очень может быть, что боитесь находиться наедине с собой, ну, вообще. Я, опять же, этого не утверждаю, да, наверняка. Но, очень может быть, что вы боитесь находиться наедине с собой, ну, вот. Мне думается, что история, она вот, ну, вот так, значит, складывается. Значит, вопрос, вопрос, который вы задаёте, да, вопрос, он связан с тем, что вам нужно от мужчин. Вот. В принципе. Понимаете, какая история. Вот. И от того, какими являются ваши желания, да, зависит ваше поведение, ну, которое вы, собственно говоря, реализуете. Вот. И мне думается, что вот потребностную сферу вам, ну, в любом случае, необходимо проработать. Вот. В любом случае, да. Вот. Значит, вы говорите, что у вас мужчина, ваш мужчина новый. тот, кто старше вас на 16 лет, и, соответственно, я думаю, что это не случайно. Вот. То есть, у вас, вероятно, есть определённые проблемы, возможно, с отцом. Вот. И, ну, возможно, есть проблемы детских-родительских отношений у вас. Вот. И, соответственно, с этим тоже нужно разбираться. Ну, и как следствие, да, как следствие, на мой взгляд, значит, как следствие, вы, конечно же, недооцениваете себя, обесцениваете себя, и, в общем-то, вполне вероятно, что выстраиваете отношения в позиции зависимой. Вот. Что касается любви, что касается любви, да, что касается любви, то, на мой взгляд, здесь ситуация следующая, если мы говорим о любви, вот, то, на мой взгляд, ситуация здесь следующая, что любовь – это по сути дела, любовь, любовь – это по сути дела, отдача. То есть, когда я люблю, я отдаю. Вот. А вы же, судя по всему, любовь воспринимаете либо как только стремление, значит, получать, либо стремление получать, либо, либо, значит, значит, либо это самопошертвование, да, то есть, вы, вы, как бы, жертвуете собой в отношениях. Вот. И, соответственно, ни то, ни другое не являются равноправными, собственно, отношениями, из-за чего вы и страдаете. И из-за этого вы задаете себе вопрос, что такое любовь, вот. Любовь также – это принятие, полное и безусловное принятие другого человека. А поскольку ваш муж начал пить, то, соответственно, я полагаю, что о полном принятии речи там не идёт. Вот. А что касается того, что вам хочется быть с вашим мужем, да, вот что касается того, что вас, значит, ну, тянет к нему, когда вы, ну, видите его, да, когда вы встречаетесь с ним, то я полагаю, что это всё тоже, это всё, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И, соответственно, можно ли говорить о том, что вас тянет к мужу, потому что вы его любите? Нет, вас тянет к мужу, потому что вам от него что-то нужно. И, соответственно, советов психологи не дают. Это вот первый важный момент, да, психологи советов не дают, психологи работают, работают с клиентом, работают с теми, значит, проблемами, которые у вас есть. У вас, ваша проблема, это, скорее всего, проблема модели женского поведения, вашего женского поведения. Проблема самооценки, проблема восприятия себя, вот, возможно, вот вы склонны себя обвинять, как вы говорите, да, вы склонны обвинять себя. Вот. И, соответственно, это проблема целей и потребностей, да, самостоятельности, самостоятельности. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, исходя из вашего текста, который вы написали. Вот. Теперь давайте пройдёмся, пройдёмся по самому тексту. Смотрите. Вы пишите о том, что я запуталась в себе и не знаю выход из сложившейся ситуации. Здесь игра, в которую вы играете, психологическая игра, в которую вы играете, по большому счёту, называется... Тупик. Это именно та игра, в которую вы играете. Тупик. Что есть игра, игра тупик? Игра тупик представляет из себя следующий момент. Когда человек подсознательно подводит к себя, подводит себя в к или в состояние, значит, когда он не может на что-либо повлиять. Совсем. Вообще. Вот. И в этом состоянии человек, естественно, снимает с себя полную ответственность за то, что с ним происходит. По моему мнению, это именно то, что вы делаете. По моему мнению, это именно то, чем вы занимаетесь. То есть, вы не хотите нести ответственность за то, что вы делаете. Что такое ответственность? Ответственность, это когда вы завершаете какие-то действия и самостоятельно же справляетесь с обстоятельствами, которые... ...зажатся. За ними следуют. Вот. По сути, именно это... ...являет соответственностью. Но вы... ...вы... ...скорее всего этого не хотите. Вот. ...скорее всего. ...вот. Поэтому, эээ... ...я думаю, что... ...эту игру... ...эээ... ...игру... ...тупик... ...эээ... ...вы можете самостоятельно почитать... ...эээ... ...в интернете. Вот. И... ...соответственно... ...вам станет несколько более... ...понятно... ...эээ... ...эээ... ...то, что... ...с вами происходит и то, что вы делаете. Именно вот в этом контексте, если говорить... ...о вас. Дальше. Меня зовут Наталья, мне 20 лет, я в браке, у меня двое дочерей. Одной-два годика, второй-шесть месяцев. Вы говорите, меня зовут Наталья, мне 20 лет. Эээ... ...эээ... ...вкладываете ли вы какое-то значение вот в этом, то, что... ...вы говорите? То есть... ...имеет ли для вас, эээ... ...эээ... 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 ...ээээ... 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 ...эээээ... ...эээээ... ...ээээ... ...эээээ... ...ээээээ... воспринять, как то, что вы чересчур рано забеременели и чересчур рано вышли замуж, да, вот, но опять же вопрос заключается в том, каков был стимул, да, то есть по какой причине вы так быстро вышли замуж, может быть вы бежали от чего-то или от кого-то, может быть что-то еще, в любом случае это нужно выяснять, вот, понятно, да, о чем идет речь здесь, хорошо, дальше идем, на данный момент мы с мужем разводимся, не живем уже 5 месяцев, впишите вы. Опять же, если вы, ну, не разводитесь, то есть разводитесь со своим мужчиной, то соответственно у этого должны быть какие-то основания, причины, грубо говоря, вот, и... если уж вы говорите о том, значит, что вы разводитесь, да, то надо бы определить, так а из всего разводитесь, так, да, собственно, по какой причине разводитесь, собственно, в чем конфликт произошел, понимаете, да, о чем идет речь, ну вот, это важно. Дальше идем. Дальше идем. Значит, решение уйти было моим, так как начал спеть речь сильно и поднял руку. Ну, здесь опять же момент, да, то есть развестись проще простого, а разобраться во всем, да, всегда сложнее, поэтому, соответственно, если начал спеть, то почему начал спеть, и если поднял руку, то, соответственно, по какой причине, да, поднял руку, вот. И это мне также представляется достаточно важным для того, чтобы, ну, для рассмотрения, для рассмотрения ситуации. Вот. Дальше идем. Значит, так, сейчас я вообще живу с другим мужчиной, с мужем, так и общаюсь, потому что есть общие дети. Ну, здесь вы говорите, знаете, какую историю, вы говорите здесь, что вы общаетесь с мужем, потому что общаетесь с детям. Но разве не вредит детям, да, детям? Разве не вредит детям? То, что они общаются с папой, да, с папой, который пьет. Вот. Как вы сами считаете. Вот. Подумайте об этом. И по этой ли причине вы взаимодействуете с мужем? То есть по причине ли наличия детей? Или за этим все-таки кроется что-то другое? За этим кроется что-то иное? Более важное, более ценное, более личное, я бы сказал. Вот. Понятно, да, о чем идет речь? Дальше идем. Так, значит, дискомфорт в душе есть. В какие-то моменты я очень жалею, что рано вышлю замуж и неудачно, когда я вижу мужем просыпаются чувства. Дискомфорт, я жалею, что рано вышлю замуж и неудачно. В чем заключается ваша жалость? Конкретно. То есть, что конкретно из себя представляет жалость? Вот. То есть о чем жалеете вы? Чего не достигли вы? Понимаете? Вот. Об этом нужно подумать. Обязательно. Да? Потому что вы выходили замуж, вы рано это сделали, да, но вы это для чего-то сделали. И значит, нужно понять для чего, зачем. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Значит, да. Дискомфорт. Дискомфорт в душе. Пишите вы. С чем связан дискомфорт в душе? Опять же, конкретно, что он из себя представляет? Этот самый дискомфорт в душе. Вот. То есть, нужно, нужно вот с этим обязательно проработать. Так же. Дальше идем. Значит, когда я вижу мужа, просыпается чувство, я хочу, значит, сойтись с ним опять. Значит. Но в тот же момент я смотрю на него, на его поступки, и у меня к нему отвращение. Ну, вот. Нужно более конкретно разобрать, что за, значит, желание с ним сойтись. Да. То есть, что стоит за этим желанием. И что стоит за, ну, отращением конкретно. Вот. Более подробно разобрать нужно эти аспекты. Вот. Чтобы это не было просто так, что дискомфорт, желание сойтись, что-то еще. Вот, чтобы этих вещей не было. Все-таки будет лучше, если бы вы называли свои чувства более, ну, более подробно, более гармонично, более конкретно. Вот. Дальше идем. Значит. Да. И, значит, тоже касается и отвращения, которые вы испытываете по отношению к мужу. То есть, все эти чувства ваши, да, и они о чем-то вам говорят. Вот нужно понять, о чем они говорят и подкорректировать свое поведение, чтобы это реализовывать. Дальше идем. Мужчина, который сейчас со мной живет старше меня на 15 лет мне с ним комфортно и в то же время чувствую негатив к нему. Ну, во-первых, нужно сразу сказать, что если, ну, человек выбирает себе партнеры человека, ну, младше себя, да, вот, это всегда про родителей или старше себя, это всегда про родителей. И это нужно учитывать, что это всегда про родителей, что это всегда связано с родителями. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно обязательно разобрать свои, значит, детско-родительские отношения. Скорее всего, значит, с вашим мужем вы были слишком взрослые, вам это не понравилось, и вы теперь хотите быть, ну, скажем так, более, ну, в более детской позиции вам хочется находиться. Вот. Что в целом вполне нормально, да, в целом вполне естественно. Это, хотя и не есть хорошо, но тем не менее, тем не менее, вот, для вас это не есть хорошо. Вот. И, соответственно, нужно, нужно этот момент проработать обязательно. , extras viewor, что вы, например, выбируете на Western Social olarak. Также как и отвращения, которые вы впытываете к, значит, ну, ну вот, эээээ... мужчине, вот. На мой взгляд, это тоже достаточно важный момент. То есть, если вы хотите разобраться со всем этим, то нужно поработать как-то с чувствами. То есть, постарайтесь не подавлять свои чувства, да. Попробуйте их раскрыть, значит, ну, вот, эти самые чувства, свои. И посмотрите, посмотрите, о чём, о чём они вам говорят. Ну, на мой взгляд, это, значит, ну, куда более полезно будет, чем то, что вы, собственно говоря, делаете сейчас. И вот всё это поможет вам избежать, значит, ну, запутанности, и вы сможете более адекватно отдавать себе отчёт в том, что с вами происходит. Для того, чтобы это сделать, я рекомендую вам почитать для начала, значит, книгу, которая называется «Практикум по гестальтерапии», вот. Значит, прочитайте эту книгу, постарайтесь выполнить упражнения, которые там в этой книге есть, вот. И, соответственно, после того, как вы прочтёте это, я полагаю, что вы получите первое представление о том, что с вами происходит и о чём вообще идёт речь. И, соответственно, после этого вы уже сможете более продуктивно общаться с психологом на интересующие вас, значит, темы. Что касается рекомендаций, то, по моему мнению, по моему мнению, я бы рекомендовал вам, значит, сейчас рекомендовал бы вам отдалиться от мужчины, с которым вы вместе сейчас, значит, ну, находитесь, вот. И, значит, отдалившись от него, от этого мужчины, да, я рекомендую вам побыть одной, поработать над собой, поработать над собой, над своими чувствами и подумать над тем, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. Вот. Сделать это можно, конечно, только-только, если вы будете одна, то есть с мышиной рядом, и до тех пор, пока вы находитесь в отношениях, с кем-то вы этого сделать не сможете. Да, ситуацию немного отягчают ваши дети, вот. Но дети не являются проблемой. Вот. На этом всё, значит, я надеюсь, что помог вам. Если ваш вопрос, это не просто вопрос, а это именно запрос на работу, то помочь вам можно и нужно. Вот. Вы пишите, что я очень сильно запутилась, не знаю, что делать, как дальше быть. Я очень переживаю, что в самый центр всех этих событий попадают дети. Я не очень понимаю, о каких событиях вы говорите, если честно, здесь. Ну, и вот это вы говорите, скоро сойду в депрессию, впаду в депрессию очень надолго, это... Конечно, не соответствую действительности, потому что в депрессию впасть, это... заболевание, вот. Да, вы можете заболеть, конечно. Вот. Вы можете заболеть. Но... Значит... Значит... По моему мнению, да, это сделать не так просто. Вот. Вот. Поэтому не думайте, что вы... Вот. Прямо... Сейчас возьмёте, да, и... заболеет. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.